Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. Одесские предприниматели не могут нормально работать. Одна из причин – деятельность управления развития потребительского рынка. Представители малого и среднего бизнеса называют его едва ли не самым коррумпированным управлением Одесского городского совета. Как живется предпринимателям в таких условиях и что они намерены делать в сложившейся ситуации, мы узнаем у гостей нашей студии. В гостях у нас председатель Общественного союза Центр защиты бизнеса Ирина Самойлюк и член Совета предпринимателей Одессы, сотрудник Общественного союза Центра защиты бизнеса Ирина Соловьева. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Но перед началом нашей беседы я хочу напомнить телезрителям, что мы традиционно проводим интерактивное голосование и сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Как вы считаете, чем занимается управление торговлей Одесского городского совета? Три варианта ответа у нас есть, как обычно. Первый вариант, если вы с ним согласны, звоните по телефону номер 728-0170. Он звучит следующим образом, контролирует соблюдение законности в сфере торговли. Если же вы считаете, что уничтожает малый и средний бизнес, звоните по телефону номер 728-0171. Если же вы считаете, что это управление занимается только лишь поборами, звоните по телефону номер 728-0172. Кроме того, если у вас возникнут вопросы к нашим гостям, звоните по телефону прямого эфира 728-7207. Итак, уважаемые гости, добрый вечер. Я рад видеть вас в нашей студии. Странная, довольно-таки странная для меня ситуация. Почему? Потому что во всем цивилизованном мире представители власти, в первую очередь органов местного самоуправления, муниципалитета, стараются поддержать малый и средний бизнес. Потому что всем известно, это и рабочие места, и поступление в бюджет, пенсионный фонд и так далее, и так далее, и так далее. Вот я хотел бы для начала, чтобы мы посмотрели сюжет о проблемах предпринимателей и о том, как устроена или как организована работа нашего Одесского управления торговли. Правильно оно называется – управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей. Давайте посмотрим сюжет, а затем обсудим эту тему. Несколько недель предприниматели не могут попасть на прием к начальнику управления торговли. Да что там на прием, в само здание проникнуть сложно. Мы сегодня будем носить в управлении торговли книгу рекордов и нас как самое закрытое и коррумпированное управление города Одессы, которое закрылось от предпринимателей тремя решетками. Одну решетку мы сейчас видим с вами на проходе. Для чего в муниципальном управлении развития потребительского рынка столько решеток? У предпринимателей свое мнение. Куда заносятся взятки? Потому что имели представление все предприниматели и одесситы, что бывшие сотрудники данного управления все взяты на взятках. После скандала первое препятствие удалось пройти. Но впереди еще одно – решетки в отделе бухгалтерии. После еще одного скандала на камеры решили открыть и эту дверь. Цель почти достигнута – предприниматели в приемные начальника. У каждого свои проблемы. Наиболее типично – отказ продлевать договоры аренды торговых точек. Никаких оснований, чтобы не продлевать договора, нет. То есть зависит от начальника управления, хочет, не хочет. В других случаях торговую точку просто сносят. Предписание показали год назад, решение горосполкома. Когда я спросила, почему вы раньше не приезжали, они сказали, оно бессрочное, мы можем его исполнять когда угодно. После подачи документов и заявления в совет предпринимателей, что с предпринимателя вымогают деньги, она не может их заплатить, сразу же магазин снесли. Проблем у предпринимателей очень много. И становится понятно, зачем такие меры предосторожности. Первые решетки, говорит Инна Кравчук, установлены именно для фильтрации посетителей. У вторых, задача серьезнее. Они установлены с одной целью, чтобы не допустить КРУ, СБУ, милицию, чтобы вовремя уничтожить документы, спрятать взятки, которые заносятся сюда ежедневно. Еще один скандал и предпринимателям все-таки удалось попасть в кабинет начальника управления. Однако Сергею Машьянову проблемы малого и среднего бизнеса явно не интересны. Он с трудом вникает в суть задаваемых ему вопросов. Как обычный предприниматель, обыватель либо одессит может попасть к чиновнику и изложить свою проблематику? Скажите, пожалуйста. Что? Как сегодня? Дальше говорит откровенную ложь. Решетка в рабочее близне целый день открыта. У вас задание от мэра вымогательством занимается? Вам Круханов дал такое задание? Вымогать людей деньги? Еще одна проблема возникла у предпринимателей, которые катают туристов и одесситов на каретах. После 8 лет стабильной работы им отказывают в разрешении осуществлять свою деятельность. В этом году нам разрешение не дают. Говорят, мы не знаем, как вы... Постоянно оттягивают, но потом решим, мы не знаем, как вас регистрировать. Разделили наши прошения на два, на торговлю и на транспортные. И вот мы ходим, мерчимся уже полсезона, мы не знаем, как получить разрешение. За каждым из этих людей свои проблемы. Если их не решить, будут потеряны рабочие места. Бюджет не получит миллионы гривен. Предприниматели пригласили начальника управления принять участие в круглом столе и обсудить проблемы малого и среднего бизнеса. Однако поняв, что в городском управлении им вряд ли помогут, одесситы отправились на встречу с президентом Украины Петром Порошенко и губернатором Михаилом Саакашвили. Алия Замчинская, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Вы знаете, после увиденного, наверное, многие задумаются о том, что легче взять неприступную крепость, чем попасть в наше одесское управление торговлей. Я так понимаю, что работа этого управления организована таким образом, чтобы всячески усложнить жизнь предпринимателям, а, соответственно, вынудить их платить какие-то деньги, мзду, поборы, взятки для того, чтобы облегчить свою участь. Помимо того, что мы увидели в сюжете, какие претензии конкретно у вас есть к работе управления торговлей? На самом деле, мы открылись недавно именно в Центр защиты бизнеса, и к нам обращается очень много предпринимателей каждый день, и у каждого, знаете, как крик души. Человек пришел, он не знает, что делать, у него сносят его торговую точку, ему не продлевают договор летней площадки. Ну, проблем у людей очень много, и после того, когда в управлении торговли они получают отказ, отказы, ну, просто несусветные. То есть там такие отписки идут, там… Кручащие с абсурдом просто. То есть они чем-то мотивируют свои отказы, я имею в виду чиновники этого управления. Эти передачи не хватит, это была бы юмористическая передача, потому что к юридическому делу это не имеет никакого отношения. Позже мы покажем документы, которые получили предприниматели, которые к нам обращались. Это граничит просто вот между смехом и слезами, понимаете? Потому что, ну, в общем, документы Ирина потом предоставит. А я хочу сказать о том, что организация, в принципе, задумана была очень правильно, да? Вы проанализируете вот название «Развитие потребительского рынка и защиты прав потребителей». Замечательно звучит. Да, прекрасно звучит. Раньше это называлось управлением торговлей и бытового обслуживания. Кто-то умный понял, что торговлей может управлять не надо, может надо ее развивать все-таки. И название поменялось. Не поменялась суть. Дело в том, что я внимательно изучила положение этой организации. Вы знаете, с благими намерениями она открывалась. Потому что там есть основные задачи этой организации. И если можно, я вот оглашу некоторые буквально из них. И будет очень интересно вот нашим... Чтобы мы хоть понимали, а зачем это управление открывалось? Одной, вот первой главной ее задачей является проведение мероприятий для расширения сети предприятий торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг. Вы представляете, они должны расширять количество этих предприятий. Это же замечательно. Потом оно должно осуществлять контроль за выполнением законодательства для защиты прав потребителей. Замечательное дело, правильно? Наших потребителей нужно защищать от тех, кто нарушает закон, который их травит. Это замечательное, значит, у них задача стоит перед ними. Анализ договоров, которые составляются продавцами, исполнителями и производителями с потребителями с целью выявления условий, которые ограничивают права потребителей. Каждый сталкивается с этим. Либо делает мебель, либо еще что-то. Этот договор изначально ограничивает права потребителя. Вот мне бы хотелось узнать, сколько таких договоров проанализировано и сколько потребителей защищено было. Вот почему-то в отчетах никаких таких вот цифр нет. Дальше есть такая подача в суд исков для защиты прав потребителей. Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы кто-то позвонил и сказал, да, меня защитили. За меня подали грамотный иск в суд, и я вот был оправдан, а тот наказан, который вот был незаконно деятельным. Посмотрим, программа только началась, может быть, будут и такие звонки. Да, было бы замечательно, да. Еще один вот пункт – проведение мероприятий для уменьшения употребления табачных изделий. Замечательный пункт. Вот мне интересно, вот те вот табачки, которые у нас на каждом углу, вот именно, наверное, способствуют этому. Вот. В общем, много можно перечислять замечательных, да. Но намерения действительно благие. Да, но потом есть, дальше идет их отчеты. За 13-14 год любой телезритель может открыть сайт Горсовета и увидеть их отчеты. Так вот, в отчетах ничего по этим пунктам почему-то нет. А есть, знаете, что? Есть снесено, демонтировано 366 временных сооружений в одном году, 677 в другом и так далее. Я чуть не поняла, где мы развили торговлю, где мы увеличили количество наших торговых точек, да, и где мы помогли потребителю. Вот об этом хотелось бы узнать. Поговорим и об этом. Есть сейчас телефонный звонок. Давайте послушаем телезрителей. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что женщины просто, видно, люди интеллигентные, они это все в таком юридическом плане, я скажу просто по-одесски. Ребята, ситуация страшная. Они доиграются, что будет то, что было в Киеве с Януковичем. Просто если ему было куда бежать, эти никуда убежать не умеют. Решетки. Понимаете? Спасибо. Я... Почему два слова? Да, 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 пожалуйста. Вы, кстати, тоже очень интеллигентно... Уже староконный базар, где эти бабушки торгуют, их надо за это в одно место целовать, что они кормят себя и свои семьи в это голодное время. Время страшное и голодное. Понимаете? Они доиграются. Пусть это не принимается как угроза, это реалия, это реальный прогноз. В сезон оставлять людей такое тяжелое время без куска хлеба. Да, спасибо за ваше мнение, за ваш телефонный звонок. Ну, вопрос не прозвучал, это скорее всего мнение. Крик души. Опять же, очень, да, очень интеллигентное, несмотря на действительно, что это крик души. Дело в том, что управление торговлей сегодня режимный объект. Вы видели по сюжету, что там стоят решетки. Мы дважды, у нас были обращения предпринимателей, с которыми мы просто хотели зайти к начальнику управления торговли, рассказать ему о проблемах, может быть, он не знает, может быть, до него не доводят это. И пообщаться, решить эти вопросы. Два раза мы приходили в управление торговли. В первую решетку попасть нереально. Значит, мы звонили на прямую службу мэрии, в конце концов нас пропускали наверх, но в первый раз господин Машьянов нас не принял. Хотя других людей, они спокойно заходили в кабинет, нам сказали, чтобы мы приходили в приемный день, потому что сегодня для нас день неприемный, только для других. Но приемный все видели, это был приемный день вчера, это была среда с 10 до 13. На той неделе мы пришли вдвоем, подошли к решеткам, дальше нас не пустили. То есть мы общественники, да, Совет предпринимателей Одессы, Центр защиты бизнеса, мы хотим попасть к начальнику управления торговли. Нам говорят, начальник управления в отпуске, он сегодня прием вести не будет. Хорошо, дайте зама. Ну, мы сейчас решим, вы подождите там на улице, мы сейчас решим, кто с вами пообщается. Ну, кто с нами пообщается, мы не можем просто там с инспектором, мы хотим пообщаться с начальником управления торговли. Из этого получилась такая ситуация, которая получилась вчера. Предпринимателей много, проблем много, а решать их никто не хочет. Вот мы об этом поговорим, у меня тоже по этому поводу есть вопрос, но вначале дам возможность задать вопрос нашим телезрителям. Добрый вечер, мы слушаем вас, вы в прямом эфире. Это я в прямом эфире? Да, 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 мы вас уже слушаем. Молчанов Юрий Иванович, предприниматель, 20 лет, стояла у меня площадочка небольшая, Соборная 6, Повлевская 45. Вот в настоящий момент происходит снос с управлением торговли, несмотря на то, что если бы ухвала суду до выяснения, так сказать, по сути, не трогать эту площадочку. Приехали, ну я не знаю, вот там вот подъедите, посмотрите. Юрий Иванович, это прямо сейчас, вы говорите, в настоящее время? Это прямо вот сейчас. Я приехал домой, я примчался на одну из этих машин, чтобы взять оригинал, понимаете? Потому что копии не устраивают ухвалы суду. Они уже поднимали зонты, поднимали все. Эта площадка стоит 20 лет, понимаете? А вы вчера тоже там были, вот в управлении торговли, участвовали в этом пикете? Я не, я был, я участвовал раньше был на этом, я участвовал в эфире, я выступал против управления торговли, как ненужной структуры, понимаете? Это раньше, поэтому я так думаю, что началась месть, вот и все. Я понял вас, спасибо, спасибо за информацию, спасибо за ваш вопрос. Вот, кстати, то, что говорил наш телезритель Юрий Иванович, да, в продолжении темы, я говорил, что у меня тоже вопрос возник. Поясните мне, вот зачем надо такое управление, действительно, с благозвучным названием управление по развитию потребительского рынка и защиты прав потребителей, то есть защиты наших прав, которая создает только проблемы одни, и для потребителей, и для предпринимателей. С этим мы выходили вообще. Насколько вообще необходимо это управление, объясните, чем оно тогда занимается? Потому что вы сказали, попасть на прием к руководству невозможно, судя из отчетов, только какие-то репрессивные или карательные меры. Да. И судя из того, что звонил наш телезритель, вот что делать в конкретной ситуации? У него есть предписание суда, понятно, что это надо разбираться, смотреть документы. Но, со слов нашего телезрителя, есть документ, решение суда, по которому четко сказано, пока не трогать. Если есть ухвала, значит, любой законник вам скажет, люди совершают противоправные действия сейчас против этого человека. Мне очень интересно, замечательно, что человек озвучил это в прямом эфире, кто за это понесет ответственность. Вы понимаете, у нас очень много идет, поругали, пожурили пальцем, а это не я, а это мой предшественник. Ни один человек не несет ответственность за свои действия. И поэтому именно столько предпринимателей, которые выходят под флагом убрать, убрать, уничтожить, оно лишнее. Мы пытаемся разъяснить им, что какой-то орган, в принципе, в какой-то форме, он необходим. А тем более под таким замечательным названием и с такими тезисами, да, оно надо. Просто сегодня, наверное, настало время, когда, ну оно и жило себя в таком виде. Там 53 сотрудника, там множество подразделений. В чем их помощь? Вы видите, что как только человек начинает, не то, что даже сказать, это войну, он пытается, он взывает к помощи, да, у него, он не может платить сумасшедшие суммы эти. Но насколько я понимаю, вот опять же со слов телезрителя, что он уже около 20 лет или более 20 лет занимается этим видом предпринимательских деятельностей. В центре города, где полно туристов. И никто его не трогал, значит, это не тот объект, который появился вчера, да, и который там каким-то образом мешает кому-то. Именно это было произнесено на пресс-конференции. Именно об этом говорил этот человек, что у меня много лет правоустанавливающие документы. Товарищи, оставьте меня в покое, не могу я платить сегодня такие суммы. Я не могу, потому что сегодня не то положение экономическое в стране. Дайте возможность выжить, дайте возможность тупо заплатить пенсионный фонд, подоходный налог с работников, твердое покрытие и так далее. Вы понимаете, что предприниматель на грани выживания? Я понимаю, я так понимаю более, что речь идет не о налогах, которые официально платятся, а именно о поборах. Об этом идет речь, да, мы платим, дайте возможность. И как во всех странах говорится, как говорит сегодняшний наш губернатор, к вам заходит бизнес, принимайте его на ура. А мы просим, я об этом говорила все время, не надо нам помогать, вы нам не мешаете, прекратите. Есть телефонный звонок, давайте послушаем наших одесситов. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, мы слушаем вас. Добрый вечер. Зовут меня Сергей Григорьевич. Зовут меня Сергей Григорьевич. У меня к вам такой вопрос. Скажите, вот только что звонил человек. Вот. И такой же вопрос возникает очень многих предпринимателей. Стоят павильоны по пять, по десять лет. И вдруг оказывается, что они сносятся решением сессии, поскольку стояли без устанавливающих, правоустанавливающих документов. Скажите мне, это что, коробка какая-то из-под обуви стояла на тротуаре, что никто не замечал, никто не видел. И вдруг, вдруг увидели, кому-то же он платил все это время, кто-то же получал эти деньги. Как это вдруг, вдруг надо человека снести? Так не бывает. Значит, в этом есть какой-то прямой и злой, я прямо скажу, злой умысел. Пусть прокомментируют, уважаемые ваши собеседники, вот эту ситуацию. Напротив рынка Южного сносили павильон с месяца два назад. При этом кричали, что там нет никаких документов, его снесли. Потом он опять появился, огромный павильон. То есть, либо есть документы, либо нет документов. Если документы есть, человеку оплатите за то, что снесли. Если документов нету, тогда пусть его снесут. Ну, правда. Спасибо за вопрос конкретный. Ну, у вас есть возможность прокомментировать и ответить. Дело в том, что вот к нам обращаются много предпринимателей. Не просто нет документов. У людей есть договор аренды, и они платят твердое покрытие городу. Ежемесячно платят налоги, пенсионные фонды. И если они не проплатили сумму, которую им назвали, их павильон решением сессии сносится. И на это место обелечивается или становится другой человек, который может это проплатить. Или его вызывают, человека, договариваются с ним и убирают, отменяют решение сессии. То есть не только без документов, есть очень множество примеров, где с документами, вот к нам обратилась женщина, у нее были документы и снесли павильон. Обратился мужчина, у него есть документы и он исправно все платит и продуктовый магазин, не наливайка. Ну все нормально, много лет, он вчера выступал тоже в управлении торговли. Мы уже подали три иска в суд. То есть это не то, что там… И поверьте мне, это не конец, будет не три, будет 303. Их будет очень много. Сегодня растет уровень образования у предпринимателей. Узваняющий человек говорил, что без документов. Люди стоят с документами и у них сносятся павильон. Человек хотел сказать немножко не о том, каким образом он стоял. Ведь сказали четко, что не было документов. Он стоял там пять лет. Почему не было документов? Что за такой небожитель был, что он мог стоять без документов? И каким образом через месяц появился опять павильон, при том, что в городе мораторий на выдачу документов на новые павильоны. Вы понимаете, вот эта вот нестыковка. Мы не понимаем, у нас есть белые, черные или как тут… Прозрачности ноль. Ну, то, что я понимаю, наверное, большинство всех проблем и бед предпринимателей все-таки зависит от работы вот этого управления торговли. Назовем его по-простому, как оно называлось по-старому. Есть ли у вас конкретные предложения для, ну скажем так, улучшения работы этого управления? Я понимаю, в том виде, в котором оно существует сейчас, оно просто не устраивает никого. Ни предпринимателей, ни потребителей. Есть ли у вас конкретные предложения? Предложения множества. Что надо сделать? Что надо изменить? Предложения множества. Несколько из них мы огласим. Одно из них, смотрите, по злополучным мафам. У нас разрабатываются комплексные схемы. Так назвал. Оказывается, разрабатываются они с 2013 года. И занимается этим именно это управление. Но вы мне расскажите, как за два с половиной года управление смогло разработать комплексную схему лишь по четырем улицам города. Вот мы вызываемся, наша общественная организация. Я даю вам слово, что мы обладаем интеллектуальной, юридической силой. Мы беремся составить эти комплексные схемы. Дайте нам срок месяц. Сделаем за месяц. Мы не требуем их утверждать сразу же на исполкоме. Мы вынесем их на общественные слушания. Давайте сделаем так, чтобы и город был красивый, и предприниматель не страдал. Но нам никто не отдаст эту функцию. Долго говорить почему. Но, наверное, наши телезрители понимают, что здесь не все так просто. Не поэтому четыре квартала за два с половиной года только лишь разработана комплексная схема, когда это одна из основных задач тоже этого управления. Если вам не хватает кадров, мы беремся на общественных началах помогать. У нас хватает людей. Это вот одно из наших предложений. Ну и мы считаем, что надо сократить это управление до минимума. Сегодня у нас пришел новый губернатор. И смотря на него, как он это делает, мы бы очень хотели, чтобы все управление торговли, которое очень закоррумпировано, чтобы их всех заменить, объявить конкурс. Давай мы не будем рубить с плеча. Пускай они тоже проходят конкурс. Конкурс для всех. Хорошо. Мы продолжим. Есть просто у нас еще один телефонный звонок. И нас ждут наши телезрители. Давайте дадим возможность задать вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Это житель поселка Котовского. У меня Юра зовут. Очень приятно. Дело в том, что у нас тут реконструкция идет с десантного бульвара. Вот. И очень большое нарушение. Такие магазины строят. Были на приеме в Араве. Она сказала, что это управление торговлей. Застроили такие большие, что даже не подъедет пожар на случай чего. Обращались в прокуратуру, но никакого вопроса нет ничего. Понятно. Что делать? Да. Спасибо. Спасибо за вопрос. Конкретный вопрос и конкретная проблема. Что делать? Я бы посоветовала приехать на Троицкую 33. Чтобы юристы наши, чтобы наши сотрудники ознакомились с этими документами. Потому что это на самом деле беспредел. Если человек говорит о нарушении противопожарных безопасности. Да. У нас на каждом шагу сейчас, как не пожар, так еще что-то. Это просто невозможно. Так не должно быть. И именно этим должно заниматься это управление. Вы понимаете? Значит, кому-то все-таки можно развивать свой бизнес. Вы видите? Магазины строятся. Да. Теперь возвращаясь к моему вопросу. Мы говорили о ваших предложениях. Каким образом можно изменить работу? Говорили о том, что привлечь можно общественников. Которые, в принципе, вы согласны это делать на общественных началах. Да? Мы говорили о сокращении штата этих сотрудников. Что еще можно предложить для того, чтобы… Номер один. Что не требует никаких затрат. Никаких вообще обдумывания. Значит, решетки должны быть снесены. Потому что… Ну, это вообще непонятно для меня. А что там они охраняют? За решетками. Ну, видимо, какие-то функции они все-таки выполняют, неизвестные нам. Не прописанные в положении. И, наверное, выполняют лучше, чем те, которые прописаны. Видимо, так. Их очень серьезно охраняют. Мы вчера были на приеме у господина Машьянова и передали ему обращение. Попросили явиться к нам на… пригласили его на круглый стол, который пройдет 14-го числа в Центре защиты бизнеса в 11 утра. Мы хотим пригласить несколько депутатов нашего горсовета и с предпринимателем совместно обсудить некоторые вопросы, получить ответы от господина Машьянова на свои вопросы. Может быть, он нам позадает какие-то вопросы, на которые мы тоже с удовольствием ответим. И очень хотелось бы его увидеть. И приглашаем предпринимателей, которые хотят принять участие в этом круглом столе тоже приезжать на Троицкую 33А. 14-го числа. Просим ваш телеканал проследить за этим. То, что мы явимся, сомнений нет. Вопросов множество. Вот сторона, которую мы приглашаем. Мы с удовольствием будем держать эту ситуацию под контролем. И, пожалуйста, информируйте нас. А мы, соответственно, либо в выпусках наших новостей будем информировать телезрителей. Развивается очень, ну, как сказать, стремительно. И те люди, которые к нам обратились, и к которым мы помогаем, значит, к нам обратилась женщина с павильоном. Этот павильон на следующий день разбомбили. Она вчера выступала в прямом эфире, показывала фотографии, она вызывала милицию. Там был полный беспредел. Когда она позвонила и спрашивает, что нам делать, наша юрист там была с ней как бы на телефонной связи. Она там плакала, она вызывала милицию, она их уговаривала. Значит, человек, который приехал сносить павильон, он сказал, мне ваши там суды или еще инстанции неинтересны. Мне нужен звонок сверху. Вот если мне позвонят и скажут остановиться, я остановлюсь. Это по каким законам мы живем? Что значит звонок сверху? Ну, к сожалению, пока мы живем по законам джунглей, судя по вот таким вот фактам. Но очень хотелось бы, чтобы мы жили по нормальным, по цивилизованным законам. И, кстати, в конце этого сюжета было сказано о том, что вы собирались идти на встречу с президентом. Он был в Одессе, он встречался с одесским губернатором новым Михаилом Саакашвили. Скажите, пожалуйста, удалось ли вам пообщаться либо с президентом, либо с председателем Одесской облгосадминистрации? Как они отреагировали на вашу информацию, на ваш крик о помощи? Ну, если можно, на мой вопрос ответить чуть позже. Сейчас у нас есть звонок от телезрителей. Давайте послушаем их. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Да-да, мало слушаем. Я звоню по такому вопросу. Значит, эти мафы превратили мой город в поселок городского типа. Понимаете? Это безобразие. На любую улицу, куда ты не выходишь, везде эти мафы. Кто вообще придумал это слово? Малые архитектурные формы. Где здесь архитектура? К каждому мафу стоит по несколько холодильников. Вы посмотрите, что творит горпресса. На самом деле продают сигареты. Весь город усеянный этими будками. В час, может быть, в час одну газету кто-то купит. Все остальное это сигареты. Такого уродства. Кто не приезжает, смеются, говорят, где ваша жемчужина. Такого количества будок нигде нет ни в одном городе Украины, как у нас в Одессе. А посмотрите, это стихийная торговля. Я три года борюсь с этим. Управление торговли абсолютно не реагирует. Мне заявляют, что они вам мешают. Да, мне мешают. В 60-х годах возник такой термин. Видеоэкология в архитектуре. То есть человек, выходя в город, он должен видеть красивые улицы, а не вот это уродство. Извините, это не бизнес. По 50 будок понабирали. И только ходят, деньги сдают их в аренду и собирают деньги. Это беспредел, который надо уничтожать. Да, спасибо. Спасибо большое. Ну, действительно, это, кстати, вот крик души уже не предпринимателей, а потребителей. Да. Которого тоже не слышат. И, к сожалению, в управлении его тоже не слышат. Отвечу человеку согласно полностью. И где-то с год назад была встреча на телеканале с знаменитым архитектором Уреневым нашего города, где мы обсуждали эту тему. Он архитектор, он образованный человек, у него замечательное видение прекрасного. Наверное, ему было бы о чем поговорить с телезрительницей. Вопрос в том, что здесь надо найти золотую середину. Нужно дать выжить человеку, у которого это единственный действительно сегодня кусок хлеба. И узнать, как она говорит, у кого-то их 50. И кто этот кто-то, который весит эту табличку, сдам и не может дать, и замечательно при этом живет. Понимаете? То есть, поверьте мне, что ответ на этот вопрос очень прост. Очень прост. И поверьте мне, что в этом же управлении кто-то его сдает. Ну, вы знаете, на самом деле, хотелось бы действительно услышать и ответ на этот вопрос, и на многие другие. И услышать фамилии этих людей. Услышать, узнать. И самое главное… Наши герои. Да, узнать, как говорится, в лицо наших героев. Возвращаясь к моему вопросу. Удалось ли вам пообщаться с президентом, с председателем облгосадминистрации? Как они на это отреагировали? И вообще, есть ли надежда на то, что вот с приходом… Сейчас, в принципе, новый председатель облгосадминистрации поменялось руководство милиции? То есть, в принципе, это вселяет какую-то надежду, что, как мы говорили с вами, мы будем жить не по закону джунглей, а по какому-то цивилизованному закону? Мы не просто надеемся, мы просто верим и уверены в том, что к нам пришел очень хороший губернатор, и все сложится, дай Бог, хорошо. Мы вчера… У нас акция была заявлена просто на такое время, когда шло совещание, и к нам вышел господин Боровик. Он принял наши письма и к президенту, и к губернатору, и обещал в ближайшие дни созвониться с нами и встретиться, обсудить наши проблемы. То есть, встретиться с предпринимателями, с правозащитными организациями, так что мы ждем звонка. Ну что ж, будем надеяться, действительно, что диалог этот будет конструктивным. Я хотел бы, вот вы будете встречаться с представителями власти. Я понимаю, что на разговор в тему будут выноситься какие-то проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели. С какими основными проблемами сейчас сталкиваются предприниматели? И каким образом можно их разрешить? Наверняка у вас есть варианты разрешения этих проблем, которые просто пока вы не можете предпринять. И, кстати, уж, коль мы коснулись вот всей этой темы, мне тоже интересно, а какова реакция управления торговлей после всего того, что произошло там? Есть ли сейчас какая-то реакция? Ну, вчера у нас были предприниматели, у которых кареты с лошадьми. Уже 8 лет. Но мы видели в сюжете как раз этих людей. Да, тогда. Значит, он выступил. Проблема уже полсезона прошла. Разрешения они получить не могут. У него с 2010 года по 2014 был договор, который он заключал с торговым управлением. В этом году представители власти потребовали договор не только с транспортного управления, но и с торгового управления. И вот он подал письмо, заявку на то, чтобы ему продлили договор. Это было еще месяц назад, в конце мая месяца. Он уложился в сроки, как раз у него подходил к концу договор аренды? Он обратился, значит, не получил никакого ответа. С него требовали взятки. Он их произнес, эти цифры. Он вчера произнес эти цифры. Ответа никакого не получил. Обратился к нам. Мы как бы взялись ему помочь. Сделали запрос в управление торговлей. Вот после вчерашнего выступления этого предпринимателя, администратора предпринимателя, сегодня ему замначальника управления торговли выдал ответ, значит, чтобы вы понимали, об утверждении правил содержания животных в городе Одессе. То есть правило утримания тварин в месте Одессы. Причем здесь правило утримания тварин к туристическому бизнесу и к каретам. Есть электробусы, которые возят одесситов. Есть кареты с лошадьми, которые восемь лет уже. Это единственная карточка нашего города. Причем здесь правило утримания тварин. Где в конце, мы вообще обалдели, здесь пишется о собаках. Порит собак, вызнанных как потенциально небезпечных. Я так понимаю, это издевка. Скорее всего, это просто взяли правила, все какие были. Нет, но правила он соблюдает. Где ответ? Ответа нет. Вот в чем дело. Он пришел в истерике просто. Как вообще это? Ну с этим юристы будут обращаться в прокуратуру. Вы же понимаете, что это не ответ. Это не ответ, это издевательство. У нас, к сожалению, очень мало времени. Я понимаю, что проблем много. Мы их сейчас не можем обсуждать все. Наверное, это будет уместно делать как раз за круглым столом с представителями власти. Я хотел бы, чтобы вы коротко, опять же, очень коротко прошу вас, рассказали о своей общественной организации. Вы представляете центр защиты бизнеса. От кого и как вы защищаете этот бизнес? Какие услуги вы предоставляете? И самое главное, наверное, кто может войти в состав вашей общественной организации? Значит, мы находимся на Троицкой 33А. Любой предприниматель города, обычный одессит, если вот он хочет как-то... Может быть, вот к нам обращались одесситы, которые просто... Они даже не предприниматели, но они готовы как-то помогать, потому что видят, какой беспредел сейчас творится в городе. И вообще, что сейчас как бы страна на грани выживания, у предпринимателей очень много проблем. Пожалуйста, не бойтесь, обращайтесь. Мы будем бороться с вами и идти до конца. То есть, какая бы проблема не была и с кем бы нам не пришлось бы сражаться, мы будем с вами. Пожалуйста, обращайтесь с вашими проблемами. Мы будем пытаться их решать. Спасибо большое. Я желаю вам, конечно же, успехов, потому что все, что сейчас происходит, это, извините за грубое слово, беспредел. Что ж, мне остается подвести итоги нашего интерактивного голосования. Я хочу напомнить, что сегодня мы у вас спрашивали, как вы считаете, уважаемые телезрители, чем занимается управление торговлей Одесского городского совета? У нас было, как обычно, три варианта ответа. И 13% телезрителей считают, что контролируют соблюдение законности в сфере торговли. Более половины наших телезрителей, это 56%, считают, что все-таки там уничтожают малый и средний бизнес. И 31% считают, что занимаются поборами. Так что вам, уважаемые телезрители, большое спасибо за вашу активность, телефонные звонки, ваши вопросы и вашу точку зрения. Вам, уважаемые гости, спасибо за то, что пришли и осветили эту тему в прямом эфире. Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok